всем привет жду 30 секунд когда начнут все присоединяться всем привет вижу что присоединяются уже в первую очередь все свои итак ну что ж потихоньку буду начинать для тех кто забыл или тех кто еще меня не знает меня зовут яна щукина я педагог по физической культуре фитнес тренер инструктор помни официальному релизу фитнес нутрициолог студент педагогического колледжа фитнеса тренер по фитнесу международного класса и больше уже не выступающий спортсмен вся моя карьера сейчас продолжается уже не в спорте а в работе с людьми непосредственно на то благо которое я даю людям и которая их радует и тема сегодняшнего эфира это конечно же угадайте это ответы на фитнес вопросы эти вопросы поступают от вас постоянно и так как у меня нет времени на них отвечать каждый день я нахожу время объединяю вопросы идентичные и периодически решила что вот эта рубрика прямого эфира она будет для того чтобы вы могли это услышать не написанная а сказанная речью к сожалению сейчас вообще очень мало стало коммуникации и мы буквально живем только интернетом мы судим людей по интернету мы смотрим на то какие он фотографии выкладывает и значит делаем вывод и умозаключение а стоит ли вообще связываться с этим человеком и что он думает так вот первый вопрос конечно же который звучал открыты ли залы залы тренажерный зал и залы групповых программ были открыты после пандемии уже с 21 мая мы непрерывно работали было введено временное ограничение на групповые тренировки но сейчас настоящее время ограничений нет только тренер работает в маске все группы все люди которые приходят работают без масок соответственно зале в тренажерном независимо от количества людей даже если меньше метра расстояние люди работают без масок то есть если мы посмотрим ту жизнь которая идет и остается в здоровом образе жизни то у нас не происходило никаких изменений честно я сказать даже не представляю как это вообще на самом деле но я верю в то что говорят люди потому что это мои близкие те которые также занимались у меня лично по поводу я то есть первый вопрос болела ли я короной я думаю что да но это было у меня бессимптомно с поражением тройничного нерва больше никаких признаков у меня не было то есть я делала мрт головного мозга лор органов шеи протрузии все в нормальное стабильное состояние ничего не пережимает протрузии они у нас есть у всех и ничего у меня не показала тест я уже не сдавала потому что я понимала что здесь просто придется ходить по больнице за неделю у меня все прошло но чувствительности к запаху и вкусу у меня не было три месяца вот спустя только на четвертый месяц даже три с половиной месяца я начала ощущать запах и вкус не чувствовалось ни запах бензина аммиака спирта не чувствовалось даже первые три дня не холодного не горячего в принципе обычное типичное заболевание как простуда следующий вопрос был такой как похудеть к новому году ну как обычно я говорю никак к новому году сейчас вы можете начать но так как у нас сейчас уже первая декада нового года прошла сегодня 10 декабря то многие люди сейчас пишут такую тему вы знаете я хочу присоединиться с 3 4 я ничего не отвечаю просто знаю и хочу вам сказать вы из 3 из 4 января не сможете присоединиться потому что люди откладывающие на понедельник на завтра на послезавтра они так и будут оставаться в пассиве что изменится от того что пройдет три недели ничего наступит новый год он все равно наступит ему есть место быть но не изменишься ты не изменится твой характер не изменится ничего все останется на том же уровне я не понимаю этого смысла на вопрос как похудеть к новому году и я присоединюсь к вам после нужно присоединяться прямо сегодня потому что если вы уже понимаете что вы хотите похудеть и мотив какой-то в голове создается вы не принимаете этого решения значит вы не живете не сегодня не завтра не через три недели это надо делать дальше следующий был вопрос откуда у вас сила воли держать себя в норме сила воли сила воли или сил по любви или любовь к своему здоровью я бы так сказала во первых моя генетика она не из лучших и если бы показать вам мою бабушку мою генетику на самом деле это что в полтора метра в высоту что в ширину в принципе на двух стульях бы она сидела так вот с генетикой такой как какая у моей бабушки как мне было сказано еще на курсах вят гг у института мне сказали яна тебе придется всю жизнь пахать потому что даже если ты не будешь тренироваться даже если ты не будешь кушать много все равно будешь набирать вес и действительно это было так поэтому со своим личным тренером мы достигали спортивного плата чтобы я могла быть в той форме которую я хотела ну а сейчас я уже сама так как получаю достаточно престижное образование я знаю как выйти из любой ситуации даже если есть определенные наследственные заболевания как скорректировать как найти контакт с врачом который не понимает как найти контакт с врачом который будет тебя не залечивать а все-таки посмотрит в глубину и начнет решать твою проблему они выписывают лекарства следующий был вопрос сообщение девушка пишет я на правильном питании она у меня не работает я не худею что делать в этом вопросе не прозвучало ничего и я не услышала занимаетесь ли вы спортом фитнесом если да то каким если же вы на правильном питании что вы под этим подразумевается потому что конкретного слова правильное питание его нет у людей могут быть разные заболевания может быть сахарный диабет может быть гипертония может быть нарушение жировой гепатоз печени может быть поликистоз может быть залив заболевания эндокринные половых органов и соответственно понятие правильное питание не будет работать ни у одного из этих людей у каждого из этого этой категории людей будут разные системы питания они могут регулироваться только исключительно по анализам крови и по анализам гормонов ну и конечно же узи учитывая те патологии в организме которые развиваются и соответственно если у нас вопрос звучит почему нет результатов то пожалуйста учтите вот то что я сейчас перечислила и если вы устраните вот эти вот моменты то наверное у вас пойдет в тренировочном процессе сдвиг дальше следующий вопрос был правда ли что грудь нельзя подкачать грудь подкачать можно как мышцу вы будете тренировать мышцу мышечную фасцию она будет у вас хорошо развиваться достаточно допустим она будет у вас в тонусе и в любом случае даже если вы где-то читали что женщинам например нельзя тренировать грудные мышцы потому что будет уходить молочная железа так это будет уходить жир и это неизбежно но хорошо что тогда лучше если мы мышцы груди тренировать не будем у нас по-разному будет развиваться наша осанка не синхронно будут развиваться наши мышцы связочный аппарат и тем самым не развивая что-то одно они уделяя внимание полностью всему комплексу как положено мы можем прийти постепенно к травме и потом ее получить и с этой травмой уже вы пойдете дальше и к этому же был следующий вопрос а делали ли вы грудь да делала два с половиной года назад и многие боятся кто-то относится к этому скептически я скажу что фитнес индустрия и красота с этим идут вообще не разрывной связи если вы хотите я я сейчас обращаюсь женщинам если вы хотите сохранить максимально женственно эстетический вид можно какое-то время потерпеть и скорректировать свою фигуру все что нельзя сделать физически могут сделать в руки хирурга я думаю что тот кто уже однажды это делал он на этом не остановится и будет идти дальше в этом ничего нет плохого что тут хорошего и не мне судить и не вам может быть судить кто все будем мы относиться по-разному на эти вещи кому-то нельзя по медицинским показаниям кому-то нужно так как это профессия это вид это статус я отношусь к этому нейтрально но наверное если я это делала значит я делала осознанно потому что я знаю что при спорте когда держишь очень низкий жировой компонент от груди не остается вообще ничего и я не могу врать девочки не могу вам врать особенно когда вы приходите на занятия вы хотите развиваться и начинаете жаловаться что грудные уходит уходит жир и молочная железа на самом деле она не такая большая у вас уйдет все если вы будете уменьшать жировой компонент если вы будете уменьшать количество висцерального жира если такая масштабная глобальная система снижения веса то потеря груди она гарантирована но опять же с другой стороны либо вы остаетесь здоровы вам становится лучше но меньше грудь а либо вы корректируете это точно так же как губы и лицо следующий вопрос был и сейчас даже нет не вопросы высказывания пишут сейчас люди заедают стресс у них рушится бизнес нету ни на что сил вот я смотрю на вашей истории и не знаю как выйти из этой ситуации вы знаете мы все люди и мы все вышли из одного и того же места в прямом смысле этого слова просто в контакте здесь не поддерживаются слова определенного сленга но мы все вышли оттуда и мы туда все сейчас зашли сложившиеся ситуации в мире нарочно специально нечаянно по какой-то ошибке но мы все из этой ситуации также будем точно выходить если вы говорите что у вас нет мотивации потому что рушится бизнес скорее всего у вас ее и не было и и скорее всего и бизнес рушится у вас потому что вы не развивались сами и сейчас просто приходит тот момент когда либо у вас наступают условия роста когда вы будете развиваться эти вперед и свой продукт свой бизнес поддерживать продвигать как личный бренд развивая себя интеллектуально если же нет то тогда к этому все шло и сейчас просто пандемия добивает все последние ресурсы которые уже надо было давно конец этому всему положить но просто как-то все откладывалось ситуация устраивала но сейчас уже ситуация не то что устраивать она просто будет безвыходной и об этом надо было думать раньше следующее углеводно-белковое чередование как вы к нему относитесь когда-то давно когда я получала по началу первые курсы по нутрициологии я была уверена что углеводно-белковое чередование это лучшее что вообще есть я была убеждена что худеют от этого и сама не понимала почему все таки есть проблемы с поджелудочной некомфортно становится при больших нагрузках на самом деле никакого смысла в углеводно-белковом чередовании нет белки жиры и углеводы они у нас должны поступать вместе в один прием пищи преимущественно если же мы убираем какой-то компонент либо придерживаемся кето диеты либо больше стараемся на углеводах находиться чтобы белки особенно животные было их поменьше чтобы мышечная масса слишком быстро не набиралась то у нас перестают усваиваться продукты питания белки и жиры и углеводы когда они поступают с пищей на них вырабатываются ферменты липаза амилаза протеаза и другие если мы начинаем есть что-то одно то ферменты все равно вырабатываются одновременно все и когда мы не даем тот продукт который будет именно использоваться совместно с этим ферментом то соответственно он перестает вырабатываться в таком количестве и когда вы начинаете уходить из этого питания на нормальное то ферментов то нет их мало и потом наступает проблем желудочно-кишечного тракта прежде всего потом наступает еще проблема другая 3 и так бесконечно пока человек не осознает что осознанные нормальные пропорции подобраны вместе с нагрузкой и еще лучше этого еще ничего не придумали поверьте мне а если кто-то говорит то это маркетинг это маркетинг это продажи это продажи воздуха но потом все равно вы когда попробовал в той или иной возвращаетесь в это же самое и понимаете что да действительно это не работало следующий момент вопрос был я она как вы столько успеваете этот вопрос был тогда написан когда я выкладываю много информации и работаю семи утра первая вторая смена успеваю учиться учить уроки с ребенком как когда я это все успеваю во первых самое главное это не секрет ни для кого я никогда не заостряю внимание на ненужном я всегда чищу свои мозги от всякой нечисти вот представьте себе когда ты работаешь с людьми люди делятся всей информацией ты приходишь с полной наполненной головой и не дай бог если ты еще будешь об этом дома говорить продолжать конечно же нет у надо чистить как зубы и разум тоже чтобы потом не воняло разными прочими выделениями потому что все что о чем мы говорим это уже то что та информация которую мы обработали это вообще является всей нашей сущностью поэтому держитесь подальше от негативных людей от нэтиков тот кто именно сеет вот такое вот состояние потому что ничего хорошего вы не почувствуете а высосанными энергетически будете точно следующие сообщения я на про вас тут такое пишут вы даже не представляете вы знаете я представляю и если бы я не была той самой явной щукиной поверьте было бы очень скучно и про меня бы ничего не писали это было куда гораздо хуже чем сейчас а если пишут значит я действительно кого-то раздражаю значит я действительно что-то знаю и у меня что-то получается и получается это неплохо потому что о том человеке который не интересен и который полный ноль не скажешь ни слова потому что не интересно следующий вопрос я тренирую в зале два года изменений у меня нет а что можете предложить вы во первых занимаетесь вы в зале два года где и кем написано эта программа тренировок 1 во вторых если у вас периодизация и цикличность нагрузок 2 кто составлял программу питания и чем руководствовались когда составляли эту программу питания устраняли ли вы какие-либо дефициты по здоровью смотрели ли вы за свои заболевания полностью корректировали ли вы свои заболевания с эндокринологом для того чтобы успешно прогрессировать с тренером или без него соответственно если у вас нет изменений два года значит у вас нет плана тренировок нету плана питания и в целом нет системы и на этом вопросе все дальше следующий вопрос почему вы против степ аэробики и высоко интенсивных кардионагрузок вот буквально сегодня в группу фитнес тренер яна щукина я отправила небольшое видео по мобильности коленного сустава в наше современное время так как люди очень много набрали катастрофически много мне очень страшно я не знаю что будет еще через полгода и сколько еще берут но степ высоко интенсивное кардио на высоком пульсе она истощает людей она и изнашивает суставы в прямом смысле и люди может быть первые неделю-две когда ходят на интенсивные тренировки которые заставляют мобилизовывать всю сердечно-сосудистую систему первое время может быть вы просто снимете стресс но потом вы будете быстро выгорать вы выгораете эмоционально потому что нервная система не может постоянно давать сигнал стресса и после этого вы начинаете срываться есть вы уходите в депрессию от того что прогресса нет а его и не будет и самое главное у вас происходит разбалансировка связочно-мышечного аппарата поэтому интенсивные скачущие тренировки когда что-то там выпрыгиваешь и не доделываешь наполовину когда они полностью амплитуда у нас производится неполное завершение да если еще и человек пришел уже а таких 90 процентов с нарушением иннервации то координации движений нет как можно человека который пришел с нарушенной координации а в принципе у каждого сейчас есть заставлять скакать интенсивно прыгать на степе высаживать свои колени я понимаю что для меня это просто дичь если бы я все-таки уже провела тысячу десять участниц в проекте преображения за 21 день я понимаю о чем я говорю 62 поток на сегодняшний день проходит все группы и все тренировки без единой замены на сто процентов провела я чтобы было со мной если бы я ввела непродуктивно процесс и чтобы сейчас со мной уже было сейчас мне будет 31 год через буквально неделю как бы я тогда себя чувствовала я перед вами сижу абсолютно здоровая живая невредима улыбаюсь у меня ничего не болит значит я провожу тренировки методически правильно и я против я в свой процесс не включаю степ не включаю высоко интенсивная кардио которая изнашивает сердечную мышцу я включаю те тренировки которые тренируют сердце и тренируют сердце любого человека который имеет даже заболевания такие как гипертония как ишемическая болезнь сердца постепенно с помощью правильного подхода у человека развивается выносливость они истощение и это самая главная изюминка который должен владеть тренер прежде всего следующий вопрос сколько нужно делать кардио нагрузки кардио нагрузки необходимо делать исходя из того какая у нас тренировочная программа как о какая калорийность и какая наша цель действительно часами торчать в зале на дорожке на велосипеде нельзя вы либо развалитесь либо уйдете в период утомления поэтому время выполнения кардио нагрузки может меняться вплоть там от 15 30 минут до полутора часов зависимости от того какую цель мы преследуем и как циклируем следующий вопрос был такой а на проекте преображения за 21 день который вы ведете я могу справиться с работой да действительно можете и вы справитесь потому что справились уже многие результаты вы можете пройти мою группу фитнес-тренер яна щукина посмотреть фото до и после посмотреть отзывы потому что примерно с 20 какого-то там я начала все это фиксировать я не стала удалять я поняла что да действительно группы будут собираться результат у моих людей есть поэтому будем идти в прогресс будем дальше работать справиться все как то кто захочет следующий вопрос как вы относитесь к очистительным программам но я так понимаю детокс разные виды голодания никак я сейчас выше говорила ответ на вопрос который объясняет что нет смысла в углеводно-белковом чередовании нет смысла в углевод в очистительных программах вы максимум что можете заработать синдром раздраженного кишечника кто дает вам такое право проводить у себя очистительную программу вы проходили обследование не проходили как можно покупать курсы в интернете по очищению с помощью каких-то порошков с помощью химии с помощью детокс смузи и так далее прочего естественно это путь в никуда и максимум что вы получите это комплект препаратов по восстановлению прежде всего органов пищеварения после таких случаев поэтому это не ко мне таким я не занимаюсь следующий вопрос как попасть к вам на занятия как попасть вы пишите мне личное сообщение записываетесь в группу преображения за 21 день либо пишите вопрос о том есть ли места в мини-группах тренажерного зала и мы с вами договариваемся я работаю в первую смену и во вторую смену первая смена начинается 7 утра вторая смена около пяти и заканчивается в 9 вечера в эти промежутки конечно же я занимаюсь остальными своими необходимыми делами поэтому пишите следующий вопрос я отекаю от молочного скорее всего что молочные продукты не они не подходят как быть скорее всего что дело не молочных продуктах дело в усвоении и здесь можно смотреть как анализы кала капрологию смотрят с микрофлорой смотрят как усваивается белок молочный белок усваивается достаточно тяжело может быть у вас есть какие-то проблемы и на фоне этого уже когда смотрят полный спектр анализов помимо капрологии можно понять а на самом на самом ли деле проблема у вас в молочных продуктах или проблема в том что у вас есть хронические дефициты которые необходимо просто устранить следующий вопрос если я принимаю противозачаточные таблетки похудею ли я вопрос очень интересный во-первых противозачаточные препараты они используются только лишь в качестве контрацепции остальные моменты когда врач говорит что это лечебная цель все-таки доказано уже эндокринологии женского спорта что не лечится женские проблемы противозачаточными таблетками это только лишь для контрацепции какое-то время но не на постоянку если вы принимаете противозачаточные то врач должен вам назначить препараты которые будут снижать побочный эффект этих противозачаточных кроме того применение противозачаточных средств на протяжении долгого периода то есть год там полтора вы будете постепенно развивать у себя остеопороз и постепенно ваши косточки станут хрупкими причем на на многих на многих инструкциях по оральным контрацептивам этот фактор даже не пишется просто не пишется говорят что так все нормально далеко не нормально и запомните все что вам дано природой богом нельзя просто так вмешиваться особенно в эндокринную систему дальше следующий вопрос подсчет калорий это не для меня я лучше что-то проще найду хорошо хорошо подсчет калорий это не для вас а что тогда для вас вот просто мне интересно что тогда для вас если это не ваша вы будете использовать какой-то план есть интуитивно питаться можете может быть даже вы не будете набирать вес но самое главное запомните результат и фигуру не требуйте потому что если бы это было так легко то не было бы были бы всеми красивыми всего лишь питаясь правильными продуктами не обязательно считать все в приложении я вас уверяю есть другой метод о которых я рассказываю уже на своих курсах в онлайне и курсы которые проходят у меня в фитнес-центре поэтому альтернатива есть но в любом случае вам всегда пропорцию соблюдать придется если вы хотите себе упругое тело если какой-нибудь это уже я даже это обсуждать не могу это вечно вечные темы следующий вопрос можно ли мужчинам заниматься миофасциальным релизом да действительно можно при занятиях миофасциальным релизом улучшается эрекция и все прочее а секрет лишь в чем мы работаем очень хорошо с тбс мы очень хорошо работаем с мобильностью поясничного отдела подвздошно-поясничных мышц и тем самым если мужчина тоже занимается миофасциальным релизом то будет вам счастье вот сейчас я вижу что мужчины смотрят мужчины дорогие это как раз к вам относится и если кто-то находится в кирове да даже если не в кирове то миофасциальный релиз сейчас есть возможность проводить прямую трансляцию через зум а кто в кирове вы можете приехать на мою тренировку и действительно почувствовать что это такое но миофасциальный релиз это круто это хороший глубокий массаж всего тела и все ваши блоки триггеры зажимы они все хорошо ликвидируются релизом а потому что мы работаем по всем правилам по всем меридианам и анатомическим линиям соответственно как колоссальный эффект тренировка длится полтора часа я провожу ее с 8 до пол десятого по субботам когда ситуация немножко поменяется станет посвободнее мы можем найти и другое время получше сейчас главное чтобы все восстановились поскорее дальше следующий вопрос как вы относитесь тому что мужчина меня ревнует муж и не отпускает зал на тренировки при этом занимается сам я никак не отношусь потому что я не знаю вашей ситуации на самом деле но ей у меня есть просто такое предположение что если мужчина не отпускает вас тренироваться если ваш мужчина боится что вы хотите стать красивой он не уверен себе и он вас не вывезет ни в каком плане то есть если вы станете с ним на равных он не сможет вас уже подавлять как-то как-то своим авторитентом то с таким мужчиной будет разлад а там уже додумайте как вы считаете нужно следующий вопрос я на вам невозможно дозвониться я вам пишу до пишут многие но не все получают от меня ответ знаете по какой причине честное слово есть очень глупые нелепые вопросы и когда я вижу что человек задает вопрос или пишет что в этом нет смысла даже отвечать нет смысла даже тратить минутку 30 секунд своего времени потому что во первых человек не услышит он не услышит и он не видит чего он хочет если нет четко сформулированной цели то я не буду отвечать на вопрос запомните когда кто-то пишет просто хочу похудеть либо я хочу на марафон вопрос на какой куда зачем пояснений нет нет четкости внятности то извините формулируйте следующий вопрос о спортивном питании вот было очень много вчера вопросов о спортивном питании вопрос по протеину протеин это белок и на самом деле когда мы тренируемся физический тренажерный зал работа железом при физической нагрузке у нас что белок усваивается лучше наши возможности организма повышаются если мы тренируемся систематически и регулярно соответственно если мы все сосчитаем и все сбалансируем нам белка достаточно набирать из продуктов питания даже если мужчина хочет заниматься в натурах у не используя фармакологии ему хватит на 100 килограмм мышечной массы своей если он идет к цели набирать это все из продуктов питания другой вопрос многим надоедает из-за того что они едят постоянно курицу постоянно едят творог и вот от того что это просто все надоело некоторые используют протеин я не вижу в этом смысла потому что все равно это переработка это все равно ну своего рода порошки это не еда еду не заменишь ничем по поводу bca bca аминокислоты начинающим нет смысла потому что во первых вы должны себя раскачать вы должны себя раскачать в том плане что вообще разогнать метаболизм войти в тренировочный процесс пройти адаптацию создать все себе механизмы срочной и долгосрочной адаптации чтобы идти к своему результату потому что если вы адаптационные механизмы не развиваете месяца два то соответственно и прогресса у вас не будет какая там bca может быть вообще вы о чем bca уже используется в спорте когда человек уже держит свою фигуру когда он собирается планирует выступать либо это допустим какой-то фитнес тренер который очень очень там заморачивается на своем теле ему неважно как у него клиенты выглядят главное чтобы тренер сам выглядел у себя перед зеркалом есть такие есть и это очень часто когда самое главное как выглядит нарцисс а клиенты будто бы пойдут на фигуру ну может быть это убеждение у кого-то работает но я считаю что bca это уже для спорта когда тренировки 1 2 и когда это все довольно изнуряюще для фитнеса для худеющих на 5 10 15 килограмм дорогие мои не существует волшебных таблеток вам нужно всего лишь затянуть свой пояс и начать пахать хвост и в гриву потеть вот тогда у вас будет результат вопрос про л-карнитин особенно про л-карнитин на низкоуглеводных диетах понимаете в л-карнитин не составе то как бы это аминокислота но там тоже есть кофеин он тоже является относительно имеет такое стимулирующее действие которое мы мобилизует работу в клетках но понимаете когда вы сидели на стуле возили себя на машине постоянно привозите себя в зал походили по дорожке пешком 5-7 минут и после дорожки вы сходите начинаете в телефоне что-то тыкать потом потыкали сделали пресс два подхода после этого вам позвонили потом вы начали делать упражнения но кто-то вас отвлек потом пришла подруга тамара вы ей сказали привет какое там может быть л-карнитин какая мобилизация энергетического потенциала для того чтобы его применять естественно только натуральные способы если применять в спорте может быть это все сработает если будут сданы анализы если вам по показаниям вообще это можно на обум говорить человеку ни одному нельзя попей то попей это и вообще будет ли это работать поэтому не слушайте никого берегите себя будьте здоровы следующий вопрос сахарозаменители стевия стевия вот прям такой вот вопрос был большинство задавала его прямо не могут просто болеют жизнь без сахара просто не жизнь понимаете организм когда он получает у нас стевию сладкая он может быть у нас и и не имеет вот калорийности то есть калорий нет вроде бы все но рецепторы мозга они же раздражаются мозг же готов уже готов что сейчас будет посыл и определенные гормоны у нас будут выделяться но здесь есть коварный момент инсулин блокирует гормон лептин который отвечает за чувство насыщения и если вы будете постоянно есть сахарозаменители вы будете постоянно голодными после сахарозаменителя в любой пище в кофе вы будете испытывать голод и пытаться заедать чем-то другим лучше тогда вообще съесть настоящий сахар всего навсего или добавлять его также в продукты питания если вы делаете выпечку точно также добавлять в продукты и продолжать есть но здесь хотя бы что-то будет меняться от заменителя сто процентов ничего не будет вы не сможете независимость побороть не энергетический ресурс себе восполнить потому что калорийность то отрицательная но рецепторы мозга раздражаются и настроение у вас повышаться не будет к сожалению или к счастью следующий момент мужчины спрашивают как поднять тестостерон в общем такой интересный вопрос мужчины об этой теме всегда задают как правило пишет мужчины кому засора что тестостерон упал жизнь уже не в кайф все скучно не интересно но во первых ваша избранница ну может так так называть жена избранница любовница все таки она должна тоже выглядеть и должна какой-то такой энергетический магнит быть если женщина становится ни рыба ни мясо как и говорю ни рыбы ни мясо а соя то наверняка и у мужчины нету такого запаса энергии то есть конечно же все это увядает я думаю что здесь если смотреть с физической точки зрения то есть смысл заниматься спортом заниматься спортом обоим потому что если вы будете лежать на диване и считать что да вот у меня болит спина вот болит у меня там протрузии там зажало протрузии есть у всех грыжи есть у всех зажимы есть у всех многие ездят делают блокаду снимают и живут дальше но мышцы это единственное что поддерживает наш позвоночник тонус мышц сила развитая адекватная сила которую мы развиваем она будет стабилизировать наши проблемы и боли да мы без них все равно уже не обойдемся если это есть рецидивы они встречаться будут но если у нас есть там например защемление седалищного нерва да нарушение плеч и лопаточного ритма поясничные проблемы то в период обострения мы не занимаемся когда обострение проходит начинаем с лфк начинаем с нагрузок железом с отягощением и стабилизаторы нужно развивать развиваются стабилизаторы выполняются балансовые упражнения выполняются силовые упражнения а там уже через полгода занятий регулярных вы даже и о боль забудете если у вас мануальный терапевт присутствует например там четыре пять раз в году каждый квартал например вот есть у человека нервная профессия у него идет квартальная отчетность и он постоянно ездит терапевту к этому картопеду кинезиологу остеопату для того чтобы себя поправить поправили вроде бы ничего но на самом деле происходит это по действиям мозга из мозга идет это доминирующий сигнал импульс ваши переживания все обиды невысказанные слова они в этом локализуются и бьют у нас везде везде куда могут где слабее туда идет кому-то идет это на эндокринную систему к кому-то на опорно-двигательный аппарат но лежать здесь это не выход вас будет болеть еще сильнее нужно развивать связочно мышечный аппарат равномерно нельзя тренировать только ноги не тренируя руки нельзя тренировать только спину не развивая переднюю поверхность потому что у нас стабилизируют мышцы живота и мышцы спины это стабилизаторы это легко и просто точно так же как мышцы задней поверхности тела и передней поверхности тела должно быть равномерное развитие связок и мышц чтобы не было где-то там замыкание вот и все вся 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 беда чем больше вы убеждены что вы болеете тем действительно больше вы будете болеть если вы решили что я сейчас собираюсь и говорю себе стоп я действую я буду потихонечку идти начинать с легкой нагрузки то все получится бывали случаи вот приходили мужчины офисные работники да они буквально работали с четырех килограммовой гантелькой когда я допустим 15 работала и ничего в этом такого нет в тренажерном зале на фитнесе вообще никто не смеется понимаете смеяться над человеком хоть полным хоть тем которые мало вес поднимают тренажерном зале это все равно что гневить бога этого нельзя делать потому что ты не знаешь что у тебя завтра случится поэтому не бойтесь и не думайте что в зале кто-то там будет превосходить кого-то выбирайте себе тот класс зала который вам комфортнее и занимайтесь там я уверена что в каждом зале есть люди есть люди которые все равно готовы вас услышать и которые готовы вам помочь и все у вас будет хорошо следующее было такое высказывание что в семье есть срывы скандалы я хочу начать заниматься но вот жду когда все это закончится вы знаете здесь какая-то была сумбурная речь и я повторяла выше что мы все когда раздались вышли из одного места которое называется определенным таким словом которая социальная сеть вконтакте не поддерживает так вот мы из этого места вышли и мы в него тоже зайдем и выйдем снова потому что эта ситуация сейчас происходит со всеми все в таком ограничении находимся срывы скандалы это прежде всего ваша проблема то есть они были раньше вы просто сейчас стало еще более обостренное с вместе с вашей нервной системой здесь нужно лечить голову крышу поправить и все будет хорошо то что вы не можете начать заниматься вы на самом деле не 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 можете вы не хотите вы не хотите и у вас всегда будет вот это сезонно ругались ругались потом вы сходили на фитнес позанимались два месяца потом следующему случаю и к следующему то есть эта категория людей пишет которая к случаю худеет но они не осознают что выглядеть то надо всегда хорошо и это тоже самое из категории вопросов которые бы звучало в начале когда я сказала я хочу начать у вас тренировки с нового года а почему не сейчас и почему не завтра почему ты не спрашиваешь меня если место завтра то есть ты будешь ждать нового года наживешься напьешься стошнит может быть интервирус какой-нибудь появится потому что не выдержит кишечник такого объема пищи и люди многие делают из своего желудочно-кишечного тракта помойку с отходами новогодними а на самом деле лучше бы было прийти уже завтра на занятия следующий был такое сообщение написано почему так мало видео с процессом работы над клиентом а вот здесь я вам скажу мои дорогие во первых не все клиенты любят чтобы их фотографировали и клиенты в тренажерном зале и на групповых занятиях это не обезьяны в зоопарке не все случаи можно снимать и показывать человек пришел прежде всего за решением своей проблемы а это значит что я работаю над решением проблемы я не вижу смысла это постоянно снимать это всем надоест это надоедает это неприятно вот если бы я пришла мне бы было неприятно если бы тренер бегал с видеокамеры а в то время как он должен мне ногу поправить поправить плечо как я держу прорабатываю дельты средний пучок как у меня работает как мышцы откликаются то есть я считаю что это в какой-то степени когда очень много снимаешь это неуважительно клиентам если кто-то вот ну можно снять прикол но это во всего должно быть в меру и на самом деле вот когда я захожу да вот ну я готовлю контент нами например раз в неделю выкладываю посты у меня в выходной день уже все готово но если человек постоянно торчит в сети постоянно постит постоянно у него stories вопрос тогда когда он успевает работать и вообще какой контент публикуется то есть если ты фитнес тренер соответственно здесь есть определенная граница того что ты выкладываешь что-то публикуешь и какая вообще у тебя какой у тебя подход какая забота твоих подопечных и конечно же я хочу сказать самое главное если кого-то заинтересует кто уже давно присматривает мою страницу кто присматривает себе тренера кто не может решиться прийти на проект преображения с 21 день я тренер не для всех у меня не смогут заниматься цепули вот которые понимаете приходят в зал не знаю зачем она не знает конкретно почему она здесь оказалась и почему она купила абонемент со мной и когда мне приходится само это думать в любом случае такие отношения у нас долго не продержится я не могу думать за человека она пришла решить то что ей нужно если приходится мне думать самой получается не очень так вот мне всегда важно создавать комфорт если мне с этим человеком работать приятно то у нас все получится потому что психологическая атмосфера между подопечным и тренером должна быть здоровой и близко чтобы можно было рассказать что вообще происходит и как не должно такого быть чтобы вот я пришла там 2 3 пришла по час позанималась и до свидания мне не хочется такого мне хочется прежде всего чтобы от моей работы был толк я дала огромные деньги и продолжаю отдавать я бы могла ездить отдыхать везде где хотела но я не был пола нигде я отдавала все в свои знания и продолжаю отдавать я считаю что тогда когда сейчас ситуация нарастает когда появляется очень много фитнес-центров очень много конкуренции все равно выбирать будут интеллект и выбирать будут толк люди не всегда платят за воздух люди иногда и считают свои деньги которые они зарабатывают и им важно чтобы к ним нормально относились чтобы был результат спрашивали еще вот так же тот вопрос был а вы собираетесь ли уходить джим стейшн это тот клуб который у нас будет скоро открываться в алых парусах я пока никакого ответа не даю не говорю ничего потому что смотрите сколько бы клубов не открывалась какое бы супер крутое оборудование не делали как бы не запускали маркетинг какие бы программы не пытались толкнуть и продать все решается через человека и самое ценное что есть это человек это тренер потому что тогда когда трениров в 300 ты начнешь выбирать и копаться будешь смотреть отзывы будешь смотреть результаты и мне очень важно то как мы и подопечные добиваются результата поэтому цыпочек у меня нету и девочек которым попку надо целовать лизать тоже потому что они не смогут меня работать у меня другое мировоззрение это не значит что они плохие это не значит что я плохая я по-своему жесткая потому что моя профессия фитнес тренер и в профессии когда фитнес тренер обращается с клиентом жесткость она должна присутствовать мы работаем над телом на коррекции фигуры если бы была бы другая сфера например маникюр например волосы например эротический массаж либо еще что то там идут другие техники поглаживание расслабление нервной системы ну а у меня наоборот физическая нагрузка это стимул это стимул идти вперед и соответственно вместе с тем как мы физически стимулируем как мы морально стимулируем от этого иди и идет весь выхлоп так вот мне важно чтобы мне было приятно смотреть на моих клиентов и клиент это мое лицо я не хочу чтобы у меня кто-то оставался вот просто но но никаким нулевым а если по какой-то причине у меня есть клиент который меня не худе такие тоже есть у них есть заболевание у них есть заболевания достаточно серьезные есть аутоиммунные заболевания с которыми они просто радуются даже каждому дню с которыми они просто приходят с проблемами с пластинами в тазобедренном суставе позвоночнике есть принципе даже упражнение которое они не могут сделать не могут повернуться и в этом ничего такого нет поэтому еще раз хочу всем сказать что все решает человек независимо какое будет элитное оборудование независимо от того какая рожа будет вам в глаза улыбаться и подлизывать за чтобы продать абонемент все будет решать только то какое благо вам принесет работа с тем или иным тренером ну вот на этом принципе все еще раз напомнюсь что я-то тренер который работает только на результат либо на решение той проблемы которые человек видит перед собой если человек приходит без цели я не смогу его направить и долго наши отношения не смогут продлиться а всех тех кто у меня есть я очень люблю и мы идем дальше мы работаем сейчас настоящее время проходит у нас 62 курс это уже тысяча десять участниц которых я провела веду сейчас до результата и вот так как пандемия вот уже 10 месяц мы только на 10 месяц успели сумели раскачаться наконец-то рез пошел вниз не могли многое чего делать и все-таки очень сильно упали очень сильно упали координационная способности на фоне стресса у людей очень сильно хромают поэтому все выше вопросы которые я перечислила вы можете еще раз если есть время просмотреть и прослушать я за то чтобы человек радовался каждому дню я за то чтобы был человек здоров я за то чтобы мужчина оставался мужчиной и был главным в семье он был физически развитым и я за то чтобы женщина оставалась женщиной за то чтобы женщина оставалась прекрасной и когда женщина прекрасна она остается всегда в гармонии с собой Когда ничего не болит, вас не будет ничего раздражать и вас не будет ничего бесить. В этом-то и всё. Вы подумайте, когда вы были вспыльчивы, что у вас болело? Какая была тревога? На самом деле, если бы этого не было, то вы бы и не срывались на людей, на прохожих, в магазине. Нас ничего не бесит и нас ничего не беспокоит, когда мы счастливы. Поэтому следите за собой, за своим телом, за здоровьем. Что бы ни было, даже если вы сейчас смотрите, думаете, когда же решиться, решайтесь. Решайтесь прямо сейчас, потому что другого времени не будет. Вы создадите себе дисциплину. Вы будете меньше есть, потому что у вас не будет на это времени. У вас появятся знакомые люди, круг знакомых людей, которыми вам тоже будет интересно проводить время. Кто-то встретит свою вторую половинку. Если сейчас есть какие-то такие непонятные ситуации. И всё наладится. Вы, главное, верьте, что всё наладится. Потому что всё, что есть, оно происходит со всеми сейчас. Это пройдёт когда-то. И всё, что есть, мы никак не можем на это повлиять. Мы можем смириться и идти достойно вперёд. Потому что только то, что мы делаем каждый день, показывает то, кем мы являемся. То, что сейчас есть, это наша сущность. Пусть она будет у нас подниматься вверх. Будьте достойными. И ведите себя достойно в каждой ситуации. Как бы с вами ни поступили. И как бы ни складывалось всё в мире. Всё равно, всё рано или поздно пройдёт. Всем желаю добрового вечера. Обдумайте мои слова. Также приглашаю на преображение за 21 день, которое будет стартовать 23 декабря. Пишите личные сообщения. Ну и всегда готова дать вам консультацию. До скорых встреч. Кто находится далеко, вступайте в онлайн-марафон. У вас тоже всё получится. Там в чате тоже очень интересно. Продолжение следует...